Здравствуйте всем! Я надеюсь, у меня все хорошо со связью, все хорошо видно и слышно, потому что так устроено, что чат я сейчас не буду видеть и отвлекаться во время нашего вебинара. Но я думаю, что Светлана за этим следит, и какие-то срочные вопросы, если будут, конечно, мы на них ответим. А вообще-то у нас с вами телеграм-канал, где можно задать свой вопрос. Но только давайте сразу договоримся, чтобы эти вопросы были какие-то стоящие, а не что находится там, какое сырье находится и где оно там произрастает. Но это не совсем. Эти все ответы есть на сайте компании официально, слушайте внимательно производители. Об этом постоянно не указывается, где у нас какое сырье используется, что где произрастает. Поэтому я считаю, такие вопросы, ну, это, знаете, не так много времени, чтобы на эти вещи отвечать. Ну и мы с вами продолжаем, потому что, помните о самом начале, я сказала, что задача нашего вообще вот такого курса, она, безусловно, направлена на то, чтобы улучшить свои продажи, выстроить доверительные отношения с клиентами, потому что клиенты должны видеть уверенность в наших глазах, потому что они должны видеть и читать по нашему выражению лица, потому что, что мы говорим, они должны видеть, что мы разбираемся в этой теме, что мы это произносим осознанно. Вот, и тогда они, естественно, будут доверять и не задавать нам таких вопросов, например, как, о боже, это стоит столько денег, нет, конечно, нет. Поэтому, понимаете, друзья, я, поскольку уже больше 25 лет занимаюсь БАДами, хочу вам сразу сказать, что, ну, построение бизнеса, безусловно, это, это как бы, да, наше все, но продажи и построение потребительской сети, привлечение потребительской сети, оно все-таки будет связано с тем, чтобы мы разбирались в этих вопросах и, знаете, были, в общем-то, людьми, ну, в некоторой степени экспертами. А еще самое главное, что я хочу сказать, почему вот важны эти знания, они нужны в первую очередь для нас самих, для осознания своей собственной важности, своего здоровья и той ценности, которую себя представляет наш продукт. Потому что в первую очередь любая продажа, она начинается с себя, понимаете, очень просто, это выяснить очень просто. Если вы боитесь потерять завтра, да, в своем доме баночку, да, или упаковку продукта компании Джанес, это значит, что вы действительно разбираетесь в этой ценности. То есть мысль, боже, а что я буду делать, да, если вдруг у меня не станет этого препарата, этого продукта Джанес. Вот я рассматриваю именно так, потому что заранее вам хочу сказать, что составы Джанес вообще-то еще никто не смог даже и продублировать, и особо повторить. Ну, вернемся, вернее, продолжим в отношении нашей с вами остальной темы. Почему такое название? Потому что наше с вами сердце действительно так, у меня вот слайд сейчас не переключается, посмотрю, а вот все, переключился. Значит, смотрите, потому что сердце наше с вами, оно не останавливается действительно не на секунду. Вот посмотрите, вот в принципе в организме каждый день у нас с вами происходят необратимые изменения. Вот это нужно знать, да, а как они происходят, эти необратимые изменения, мы с вами разберемся, благодаря чему. И вы знаете, вот я вам сейчас подскажу такую мысль, что во многих, когда мы начинаем, принимаем решение заниматься здоровьем, то означает, что во многих вопросах мы уже с вами опоздали, понимаете? И об этом тоже будем говорить на наших последующих занятиях, и становится как-то немножко обидно, согласны? Поэтому мы давайте разберемся с вами сегодня, безусловно, с самой главной, самой важной системой в нашем организме, сердечно-сосудистой. Потому что наши с вами сосуды, это транспортные магистрали, это дороги. И если какому-то веществу, да, нужно попасть из пункта А в пункт Б, но эти дороги разрушены, то вы понимаете, что это то вещество, которое мы с вами употребляем вовнутрь, даже если это просто хорошие продукты питания или те же самые БАДы, то вот этот вопрос транспортировки, он играет огромное колоссальное значение, если мы хотим получить какой-то эффект. Поэтому, когда нет дорог, то к месту назначения добраться очень сложно. И сердечно-сосудистая система – это наши дороги, а вот, конечно, сердце – это наш с вами насос. И его задача обеспечить непрерывное движение крови, непрерывное. И вот всего лишь размер-то нашего сердца – это размер кулака, да, оно имеет простые четыре камеры, вот, и, скажем так, перегородка делит на четыре камеры это сердце. Вот видите, левый у нас с вами есть предсердно-желудочный, желудочковый клапан, который известен нам с вами на слуху под названием как метральный клапан, да. Очень часто мы слышим такое название, очень часто могут обращаться к нам люди, которые спрашивают, а что у вас есть из продукта, у меня там порог сердца, у меня там, допустим, порог метрального клапана, очень часто это у детей такие вещи происходят. Вы слышите такие названия, вот, и есть у нас с вами правый предсердно-желудочковый клапан, это трехстворчатый клапан или еще он называется атреовентрикулярный клапан. Так вот, этот клапан, знаете, особое внимание хочу, чтобы это название обратили на него мужчины, потому что, как правило, поражение происходит больше со стороны мужского населения, и, дорогие женщины, когда, если вы спите рядом со своими мужьями и слышите во сне, что муж начал храпеть, да, то вот вдруг не храпел и начал проявляться храп, то я вам скажу, что первое, безусловно, нужно сделать это, ну, заняться обследованием сердца, проверить именно вот этот клапан, потому что он дает вот этот самый храп, когда случаются там неполадки. Ну, безусловно, храп появится тогда, когда есть еще остеохондроз грудного отдела, это очень сильно влияет, и, безусловно, лишний вес, да. Поэтому многие люди, кто имеет вот эти метаболические синдромы в виде лишнего веса, они похрапывают у нас давно и успешно, но там же присоединяется тут же самый остеохондроз, и, знаете, на этом фоне мы можем, ну, так он давно храпит, не обращать на это внимания, то обратите на это внимание, то, что нужно проверить вот этот клапан. И у женщин, да, бывает, кто-то мне сейчас спросит, что у женщин тоже бывает храп, но у женщин он бывает, знаете, больше связан с гормональными изменениями, эстрогенов, и сегодня мы с вами это обсуждать пока не будем. Поэтому у сердца левая сторона больше, чем правая. Почему? Потому что левая сторона у нас с вами отвечает за большой круг кровообращения. Вот видите сейчас на экране, что такое большой круг кровообращения. Это вот сердце, да, качнуло кровь, и она побежала у нас с вами, да, по всему телу. И представьте себе, что в норме она у нас пробежит всего лишь за 24 секунды. Вот представляете, 24 секунды организм получит полностью артериальное кровообращение. И у нас есть с вами малый круг кровообращения. Это в первую очередь кровь проходит через легкие, да, обогащается кислородом. Где-то уходит на это, ну, примерно 5 секунд, если так возьмем нормативы. Поэтому размеры сердца правой и левой стороны, они у нас с вами разные. И опять же, когда есть лишний вес, когда у нас с вами есть нарушение, скажем, ну, вот лишний вес, это, естественно, уже сердцу требуется большее количество времени, вернее, кровотоку большее количество времени, чтобы пробежать, да, через эту всю массу. То, я вам хочу сказать, развивается, безусловно, гипертрофия левого желудочка. Ну, и, как правило, за этим следует развитие гипертонии. Поэтому, если случится внезапная остановка сердца, безусловно, уже через 4 минуты погибнет и мозг. Ну, как вы понимаете, у сердца нет выходных, праздников, перерывов на обед. И сердце работает всегда до последнего дыхания человека. И начинает оно биться. Вот, представляете, самый главный орган, он начинает работать еще во внутриутробном состоянии. Врачи начинают прослушивать, да, сердцебиение у плода. Поэтому этот орган, ну, наверное, нагрузку, которую он несет по жизни, сравнить, безусловно, ни с чем нельзя. Что мы с вами еще знаем? Мы знаем, где мы можем посленно увидеть проявление работы нашего сердца. Безусловно, через пульс. И пульс – это наполнение волной крови, поступающей из сердца, с каждым его сокращением. Поэтому частота пульса, ритмичность, вы можете прославить свой пульс, и вы услышите, как ритмично он бьется. Если это будет не ритмичный пульс, значит, уже, безусловно, присутствует аритмия. Вот. Поэтому это такие самые, знаете, доступные, простые способы послушать свое сердце и определить, что же там такое. Практически сердце у нас с вами имеет два насоса. По одному находится с каждой стороны. Вот левая сторона у нас с вами поднимает кровь, которая богата кислородом от легких, и направляет ее по всему телу. А вот правая сторона получает ее обратно и возвращает в легкие. И таким образом сердце в минуту перекачивает у нас с вами 5-6 литров крови, друзья мои. За сутки это 8 тысяч литров. За жизнь примерно 70-летнего человека сердце прокачивает 175 миллионов крови. Это, знаете, есть такие данные, как количество нефти всем миром перекачивается за несколько месяцев. Это я хочу сказать, чтобы вы все-таки задумались еще раз, оценили, какую нагрузку несет этот орган и как о нем нужно заботиться. Ну, вы знаете, что сердце перекачивает у нас кровь по специальным сосудам, да, по артериям, венам, капиллярам. И, значит, артерии у нас гонят кровь от сердца, да, и, собственно говоря, вены к сердцу поднимают. У нас клетки сердца с вами называются кардиомиоциты. Сердце является самостоятельным органом, чтобы вы понимали. Мозг управляет каждой нашей мышцей. Сердце это тоже, да, мышца, кроме сердечной. При каждом сокращении сердца по всему организму у нас распространяется электрический топ. И его как раз-таки и регистрируют с помощью особого прибора, который у нас выдает нам электрокардиограмму. Я думаю, что вы тоже все это слышали уже не раз. Вот самый такой один из простых и быстрых способов определить, какие же там сбои. Ну, вот сейчас на экране мы с вами видим сердечно-сосудистые заболевания. Вам не нужно знать их, собственно говоря, суть. Это должен знать кардиолог, но вы должны хотя бы знать, просто ориентироваться в группах, да, заболеваний, потому что опять-таки люди спрашивают, да, что у вас есть от этого и от этого. Ну, естественно, вот ишемическая болезнь сердца – это болезнь кровеносных сосудов непосредственно, которая заполняет сердечную мышцу, да. Болезнь сосудов головного мозга, ну, тут понятно, это кровеносные сосуды поражаются, которые кровоснабжают мозг. Ревмокардит есть – это вот какой нам вред с вами наносят стриптококки, да, поэтому они вызывают поражение сердечной мышцы, вот, кстати, клапанов. И вот здесь это очень распространенная штука, потому что влияет на это непосредственно вот эти самые наши с вами танзелиты всевозможные, да, которые мы переносим, гаймориты, ну, собственно говоря, и бронхиты сюда можно отнести, да. И вот поэтому вот эта ревматическая атака, она поражает, она подъедает, да, стриптококки, такие нежные наши ткани клапанов, они становятся неэластичными, они начинают плохо смыкаться и пропускают кровь, что уже опасно. И вот, как бы, люди ищут, они не понимают суть этого процесса, что же такое происходит, да, но они у вас будут спрашивать и называть вам всегда вот свое такое заболевание. Значит, дальше врожденные пороки, сердце, такое, конечно, бывает, вот, и дальше у нас идут, вы знаете, к сосудам уже относятся и вены, то есть есть тромбоз глубоких вен, вот, и это, безусловно, образование в венах вот тех сгустков, да, крови, которые перемещаются, они постоянно могут подвигаться к сердцу, к легким и, соответственно, вызывать закупорку сосудов. Ну и, безусловно, инфаркты, инсульты, это, собственно говоря, то, чем это все заканчивается. Ну, какую мы с вами знаем терапию, да, и, собственно говоря, люди все проходили эти лечения и, наверное, все-таки не очень достигали тех результатов, которые им нужны, поэтому они постоянно ищут и спрашивают, может быть, методы более безопасные для организма и более эффективные. Ну, вы знаете, что терапия, собственно говоря, она, ну, будем говорить, есть поддерживающая, да, там всевозможные бета-блокаторы, аспирины, ингибиторы, ангиотензин превращающих ферментов в статины, если у человека, безусловно, повышенный уровень холестерина. Ну, это все таблетки, вот, таблетки, таблетки, и на этом нужно находиться всю жизнь, и сегодня прекрасно абсолютно каждый человек понимает, что он очень дорого платит за прием этих таблеток, потому что идет очень мощное негативное влияние на все остальные органы и системы, и, понимаете, самое-то интересное, что мы не знаем с вами ни одного человека, никто не знает этого человека, который бы вылечил с помощью лекарства и заболевания. Поддерживать, да, давайте не путать, поддерживать, безусловно, просто это хроническое заболевание, которое люди поддерживают, ну, мы прекрасно с вами знаем, насколько негативные последствия дают прием статинов для клеток головного мозга, и, в общем-то, тут еще задумаешься, да, то есть или нормализовать этот холестерин, да, или принимать статины и затем заработать серьезные проблемы в виде заболеваний именно и поражений сосудов головного мозга и самих клеток головного мозга. Поэтому, видите, сегодня все с этим знакомы, симптомы люди уже получили неоднократно, они начинают искать более безопасные методы. Поэтому, безусловно, сердечно-сосудистая система – это та область медицины, где нам очень сильно нужны все передовые методы, она развивается, нужны врачи, которые владеют ими, потому что по острым показаниям, когда сосуд уже сужается очень сильно, допустим, да, и, естественно, произойдет летальный исход, делается у нас с вами и баллонная ангиопластика, вы знаете, что это постановка стенда, который раздвигает, ну, будем говорить, увеличивает просвет сосуда, да, и коронарное шунтирование, аортокоронарное шунтирование, вот, и бывают и такие серьезные операции по замене и пластике клапанов, когда ничего уже сделать не надо, и вообще очень серьезные заболевания, это, вернее, операции и по пересадке сердца в том числе, понимаете, но это все такие дорогостоящие вещи, которые недоступны по оплате основной части населения, недаром же говорят, что статистика ужасная по заболеваниям сердечно-сосудистой системы, конечно, в странах с низким уровнем дохода, ну, и, соответственно, с уровнем тоже, значит, медицины, я имею в виду, вот, там, где нужно оборудование использовать, да, поэтому, понимаете, как получается, получается, что очень просто, чтобы сегодня поставить один стенд, один, это тысяча долларов, это такая средняя цена, это может быть гораздо выше цена, потому что если у человека существует диабет, значит, это порядка будет уже тысячу-триста, полторы тысячи, там ставятся другие стенды, затем не всегда вам врач озвучит, что через три года вам придется, наверное, этот стенд поменять, а это значит, что если ставят три стенда, как правило, одним редко обходится, то это у нас уже, соответственно, три тысячи долларов, понимаете, и, безусловно, люди, ну, не обладают такими деньгами, вот так, чтобы сразу это все поставить, ну, и плюс, выпишется при этом огромное количество пожизненного приема лекарственных препаратов, и, понимаете, ну, оно, собственно говоря, то на то выходит, да, то есть ты заплатил большие деньги, но ты не получил состояние того здоровья, которое хотел, а потом эти люди автоматом попадают в группы риска, вы понимаете, что кто сегодня больше боится у нас, больше всех боится ковида, но, безусловно, люди, которые уже подверглись вот таким, скажем так, оперативным вмешательствам. И тут, конечно, вот такое долгоиграющее развитие патологии, как атеросклероз сосудов, это просто сегодня, вы знаете, это свойственно молодые мужа, потому что убедить сегодня, ну, скажем так, молодежь о вреде кока-колы, фастфудов, ну, я не знаю, это какой-то титанический труд, потому что здесь уже, знаете, надо учитывать, что это поколение слушает тех, кто вещает в интернете, для них не существует авторитетов и статуса, вот они слушают, для них существует другой показатель, да, количество подписчиков и так далее, этот человек вещает, вот, и вот если он говорит, что это кока-кола не вредная совершенно, то они этому верят целиком безоговорочно, не понимая, что сегодня уже практически вот эндотелия сосуда у них уже, ну, знаете, и не существует, то есть верхний слой, он просто уже, ну, пострадал от этого сахара от и до. Ну, безусловно, видите, я специально на этом слайде показываю вам, что атеросклеротическая бляшка растет как раз-таки, видите, вот, с внутреннего поражения стенки, она вот так выпирается, да, вот таким вот горбиком сосуд, вот, потому что, ну, как бы, очень многие люди думают, что это такие прямо, знаете, как, это, наоборот, сверху вот так все прилипает, и поэтому нет проблем взять это все счистить, и мы такие молодцы, управились. Ну, на самом деле это не так. Вот так это выглядит, это уже фотография увеличенная, да, неприятное зрелище, я вам хочу сказать. Я думаю, что все вы прекрасно знаете про механизм образования атеросклероза, и, возможно, ваши клиенты принесут вам свои бумажки, обследование, где будет написано, что у них там высокий или повышенный холестерин, нарушенные липопротеидные там всевозможные, да, дела, вот. И вот понимаете, что от этого будет зависеть, насколько человек согласится у вас купить продукт. Если вы все-таки проявите свое понимание и побеседуете с ним и на предмет его питания, и как он соблюдает, да, это питание. И помните, мы с вами говорили на первом занятии о том, что вы должны коренным вот прямо сразу образом интересоваться о том, сколько пьет человек воды, и еще и при этом нужно знать, какую воду пьет, да. Вот. И вот видите, что вот такое глубокое поражение стенки сосуда, то, ну, вы думаете, это просто убрать? Ну, вот врачи знают, что это все, это как бы навсегда, это невозможно, и поэтому все, что там предлагается, все это пустышки, все равно человек заплатит свою вот эту вот цену, это будет идти. Но на самом деле побороться можно за это и нужно, но только вопрос, конечно, времени, поэтому нужно всегда помнить, а вот сколько уже время прошло, что человек заработал вот такую стенку сосуда. Вы же прекрасно знаете, что наше население делится ровно на две категории. Это люди не обследованные и люди плохо обследованные. Поэтому я прошу вас учесть тот факт, это не я придумала, это все равно уже сегодня официальные данные, и очень часто они звучат на тех же конференциях, так что уровень обследования у нас достаточно низкий, я имею в виду по анализам, качество анализа, который выполняется, очень низкое, это, как правило, нужно перепроверять еще в двух-трех лабораториях, вот, и это тоже очень большая денежная нагрузка на человека, люди не хотят этого делать, тратить эти деньги, поэтому гораздо проще поверить тому, что написано первый раз, а если они и проходили это обследование, вот лично мне люди регулярно, я вчера принимала женщину, и когда я сделала анализы, обследование, я вижу, что у нее сейчас достаточно серьезное нарушение работы сердца, как раз вот вопрос по сердцу, ну вот буквально такие состояния называются прединфарктными, я ей об этом сказала. Она мне говорит, ну вы знаете, было у меня все в порядке, я говорю, когда все было, она говорит, ну два года назад, то есть люди по своей сути все абсолютно вам притащат, либо свои там УЗИ, либо свои диагнозы, которые были сделаны, Бог знает сколько лет назад, и вот они почему-то не понимают, что анализы меняются в день только несколько раз, они могут меняться, это ГМС-пас человека, ничего постоянного нет, вот, и вот такая ситуация с сосудами, она будет ухудшаться каждый день. Сколько лет прошло с того момента, как человек нарушал все и безбожно, понимаете, в своей жизни, заработал уже вот такие сосуды, и затем, понимаете, мы вдруг в их глазах должны выступать вот теми, я не знаю, там богоподобными людьми, которые что-то им такое должны предложить, и моментально это все изменится. И иногда мы так с вами и делаем в продажах, мы начинаем так гипертрофированно преподносить возможности продукта, что человек понимает, что в течение всего месяца, о чем вы говорите, ладно, напрягусь я на эти 300 долларов или там тысячу, но я же это все решу уже, и за 2, и за 3 месяца, хорошо, тут я согласен, отдаю эти деньги. И иногда такого не происходит, да, эффекта. Так вот, что, почему начинают сыпаться все шишки на продукт? Ну, потому что, с одной стороны, наш с вами уважаемый дистрибьютор очень сильно пообещал чего-то, чего он сам не понимает, понимаете? И он так промотивировал человека, что тот выложил деньги, и когда он не получил этот эффект, он, естественно, возникает всякие выяснения, неприятные там обстоятельства, а еще хуже, когда пишутся негативные отзывы, и все это начинает заполонять интернет, и понятно, почему компания за этим очень жестко следит, мы с вами никого не лечим, мы не имеем права такие вещи говорить, но я сейчас вам говорю о моменте восстановления, понимаете, организма, а не о моменте лечения, и попрошу меня понимать только именно так. Я за момент восстановления, а момент восстановления требует времени, он требует, чтобы вы все-таки понимали хотя бы элементарные вещи, по которым, да, мы рекомендуем продукт, и тогда все будет хорошо. А что будет все хорошо? Это значит, что вы будете иметь постоянных клиентов, которые будут пользоваться продуктом с удовольствием, делать свои повторные покупки вполне осознанно, без предъявления вам всяких претензий. Вот кто хочет за такие продажи, да, вот за такие, за такую работу с клиентами, значит, да, вот вы как раз и проголосуете по этому поводу в чате тем, что вы согласны. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы уделим внимание, ну вот видите, я хочу обратить ваше внимание на то, что как распределяются кровотоки, да, вот артериальный кровоток, и посмотрите на венозный кровоток, вот. Это вообще штука, которая, видите, гораздо больше, да, гораздо разветвленнее, и это то, чем мы, вообще, чему мы уделяем внимание очень мало. Мы в основном занимаемся разбором поражения артерий, да, а вот кто нам это все дело устраивает, вот эти самые поражения артерии, мы как-то, ну, не разбираемся с этим. Так вот, лечить артериальный кровоток, не занимаясь венозным, я считаю, что это, понимаете, ну, примерно, ну, как бы строить дом из трех стен, да. Давайте мы сейчас тоже с вами с этим разберемся. И еще один участник наших процессов, которые обеспечивают работу сосудов, сразу хочу сказать, это наши мышцы. Ну, я бы сказала, что не каждый сегодня понимает и знает, что мышцы – это второе сердце человека. То есть это вообще такое мышцы, знаете, как орган, вообще, ну, не изучается медицина, они только начинают понимать, так же, как только сейчас начинают понимать, что такое микробиота, да, человека, как важны эти для нас с вами бактерии, что они вообще делают для нас. И вот мы сейчас, только сейчас начинают получать эти данные, понимаете. Вы запомните, что ничего нет, никаких догм, которые уже открыты, использованы, их не существует. Медицина – это очень молодая отрасль, очень молодая медицина как наука. Поэтому все только-только развивается. Поэтому мы с вами должны быть в курсе, мы с вами должны быть в тренде. И вот в отношении мышц, понимаете, я даже вернусь вот к этому слайду, да. Вот посмотрите, вот где это все находится, где находятся все эти, да, артерии, вены, кровотоки. Они же находятся у нас с вами в мышцах, понимаете. Вот они где находятся. Поэтому почему второе сердце? Да потому что как раз-таки от состояния мышечной ткани зависит, как будут работать наши сосуды. Зависит, получите ли вы серьезный варикоз, да, который просто, если это будет не мышечная ткань, а жировая, которая будет выдавливать эту вену, передавливать ее, вмешать работе клапану, зависит от этого здоровье вен, понимаете. Вот. И точно так же артерии. Потому что артерии – это очень эластичные, да, такие полые трубки. И конкретно продвижение крови в артерии зависит, безусловно, от состояния мышц. И, значит, от состояния мышцы зависит, да, насколько наша артерия будет проталкивать кровь дальше и дальше. Вы же понимаете, 24 секунды кровь должна дойти до самого последнего кончика ногтей. И дальше с помощью венозной системы, вопреки всем вообще законам земного притяжения, поймите, кровь подается назад, да, по венозной системе вообще. Вот, представляете, вот строго вверх, строго перпендикулярно. Это ж, ну вот, вы только задумайтесь, что же это за система такая, которая вот так сама подает вам против всех законов, еще раз сказала, силы тяжести и притяжения кровь наверх. Поэтому нужно понимать это и относиться с большим, да, уважением. Поэтому что? Самое простое, что мы с вами должны делать, самое простое, я рекомендую даже всем своим обязательно пациентам, которые обращаются с сердечно-сосудистыми проблемами, а они жалуются не только на сердце, я вам даже скажу больше. Достаточно посмотреть на ноги человека, как выглядят его мышцы, чтобы понять, что у него проблема с сердцем. Бывает иногда наоборот. Человек приходит, жалуется на ноги, болят ноги, там и варикоз, и понятное дело, что они начинают лечить этот свой артроз, не понимая, что артроз это нарушение, в первую очередь, питания, да, связок, хрящей, артерии, подачи крови для кровоснабжения этого самого сустава. Вот. И лечит почему-то отдельно кости. Ну, так у нас принято. Так вот, друзья мои, понимаете, я вам хочу сказать, что самое простое, что вы сделаете и позаботитесь сразу о сердце человека, порекомендуйте, чтобы иметь отличный кровоток сердца, порекомендуйте этому человеку приседание 10 раз каждый час. Вот, к тому, что он купит у вас продукт. И запомните, что мышцы ног отвечают за кровоток сердца. Посмотрите, я еще раз сказала, как выглядят мышцы ног человека, и поймите, что у него проблемы будут действительно уже, ну, на 90% сердечные тоже. Ну, и мышцы спины, они отвечают за подачу кровотока в голову и устраивают нам тоже очень много нехороших, да, состояний, потому что пережимают сосуды, это головные боли, это нарушение тока в крови с головы, это провокация инсультов, особенно у взрослого населения, потому что там уже не мышцы шеи, там сплошной камень, никто этот камень не лечит, наоборот, массажи все запрещены. В этом случае даются бесконечно таблетки, и все это заканчивается, как всегда, одним результатом инсульта. Поэтому я уже сказала, что если вы хотите помогать венозному артериальному кровообращению, значит, приседайте 10 раз каждый час, особенно это касается тех, кто имеет сидячий образ жизни, а мы с вами очень много сидим перед компьютером, я не исключение, знаю все по собственному опыту, потому что я вот практически имею свой огромный рабочий день, и все это в сидячем положении перед компьютером. Поэтому мы с вами должны знать, что если куда-то клетка не поступает кровь, то эта клетка уже обречена, прожить она не сможет долго, это уже ишемический очаг, и, соответственно, туда, куда не поступает кровь, уже, если говорим про сердце, или это уже инфаркт возникает, и, естественно, мы будем теперь думать, как это все быстро заживет. Вот, значит, поэтому смотрите, безусловно, конечно, массажи всем рекомендованы, нужно, но мы же с вами имеем комплексную продукцию. Вы понимаете, что очень сложно человеку вот так, когда вы будете интересно работать со своими рекомендациями, когда вам станет интересно, вы будете очень много продавать. Но вы только послушайте Марка Макдональда, посмотрите на комплекс Зен с другой стороны. Посмотрите, я сейчас делаю отступление, посмотрите на то, что вы можете, почему человеку с сердечно-сосудистыми проблемами, у кого повышенная масса, у кого проблемы мышечного характера, почему ему обязательно нужно вводить комплекс Зен. Только вот вы понимаете, если человек всю свою жизнь прожил вот в этом лишнем весе, то есть, ну, это его как-то не заботило. Он ходил на прием к кардиологам сто тысяч раз, они ему все говорили, вам надо похудеть, он говорил, конечно, надо, ничего для этого не делал, продолжал кушать свои бутерброды, его сердце ухудшает свою работу, сосуды, приходит опять к кардиологу, тот понимает, что, да что уже с ним разговаривать, берет ему просто выписывает, да, что следующее лекарство, человек все. И вот он в какой-то момент находит нашего консультанта и говорит, ну вот, еще же вот я с тобой не работал, да. Так вот, смотрите, ну, многие люди не знают, как решать эту проблему, они и пробовали ходить, не получается. Но если вы вот сейчас, с точки зрения этих знаний, покажете человеку, что нужно вводить ZenFit, нужно вводить ZenFuse, потому что вот это здоровые мышцы, и что нужно ему начинать двигаться, просто ходить 6,5 тысяч шагов в день и 10 раз приседать. Больше не надо ничего, вот просто спокойная прогулка и приседать. Понимаете, я вам скажу, что это уже повлияет на продажи. И как раз обеспечит здоровье его мышц вот эти продукты, которые называются ZenFit и ZenFuse. И продажа уже сделана. Я вам сразу хочу сказать, что движение – это основное при здоровье сердечно-сосудистой системы. Если человек покупает продукты, будет сидя, лёжа его кушать, мы очень слабо добьёмся этих результатов, чтобы он сказал, вот прям вау, да, ему станет легче, да, у него будет много энергии и всё такое прочее. Но изменится ли качество его сосудов? Понимаете? Нет. Ну, для того, ещё вам скажу такой последний факт, чтобы вы понимали, насколько движение очень важно. Вот, например, когда наши уважаемые флебологи делают операции на вены, удаление вен, допустим, да, происходит, но уже по показаниям всё, то они изначально предупреждают своих, ну, хорошие флебологи, предупреждают своих пациентов, они говорят, смотрите, после операции вы будете ходить три часа в день. А теперь задумайтесь, почему? По-моему, ответ очевиден. Для чего нужно ходить? Потому что будет происходить движение крови после операции, идёт нагрузка, распределение на другие вены, чтобы не образовывались там эти самые тромбы, там всевозможные, да, организм прокладывал магистрали там сосудов, где надо. Поэтому, понимаете, три часа ходить, это сказать человеку, который в своей жизни ходил от кресла до машины, да, вот. Вот будет от этого зависеть успех операции. Так почему же мы с вами не должны соблюдать тоже правила и говорить об этом своим дорогим клиентам? А теперь, смотрите, я вам назову сейчас главных врагов сосудов и сердца. Очень многие люди думают, что надо начинать с холестерина, вот это всё это с этим холестерином пугает. Я вам скажу, что это такая отдельная тема. Холестерин вообще это очень хорошее вещество, оно синтезируется нашим с вами организмом. Это наше с вами, знаете, вещество, с помощью которого он делает всё и синтезирует гормоны, пробоины какие-то заделывает, да, которые у нас там случаются. Но дело в том, что мы потребляем ещё очень много извне, да, тех продуктов, которые нам дают вот этот самый лишний холестерин. И дальше всё зависит от того, какое количество у нас с вами липидов, белков переносчиков, могут транспортировать эту большую тяжёлую молекулу холестерина. Это раз. А второе, а насколько нам с вами этого нужно, да, нужно ли такое большое количество. И вот так вот себе тащит, тащит, да, должно 4 белка переносчика тащить эту большую молекулу холестерина. А вы понимаете, что это как раз таки холестерин высокой плотности называется, да, а у нас есть в наличии только 2. Вот эти 2 тащили её, тащили, естественно, далеко не притащили, потеряли, упала эта молекула холестерина на стенку сосуда и пошла-поехала, понимаете. Поэтому да, врачи говорят о том, что это как безусловно переводят там на бежировое питание, на снижение холестерина, но не будут они заниматься вашей диетой, назначат скорее всего статины и до свидания против холестерина. А мы знаем, что это уже не так беззаконно, безопасно для организма. Но давайте мы с вами сейчас разберёмся, с чего это вообще всё начинается, поражение сосуда. Почему? Потому что я очень часто слышу от людей, и вы тоже слышите, они к вам обращаются и говорят, я хочу почистить сосуды. У вас что-то есть? Друзья мои, как вы себе представляете, как вы себе представляете чистку сосудов? Вот я своим клиентам, я вообще вам рекомендую, рекомендую задавать вопросы, задавать вопросы своим клиентам. Вы знаете, вы услышите очень интересные ответы, но вы же теперь будете грамотные, подкованные, и будете улыбаться, так как я. Значит, вопрос следующим образом. Когда мне человек говорит, я хочу почистить сосуды, что у вас есть от этого? Я всегда говорю, давайте так, вы мне сейчас расскажете, как вы себе представляете чистку сосуда. То есть, ну, вообще, как это должно происходить, этот процесс, что вы там будете чистить, вот, ну, хотя бы вы визуально представляете, ну, в голове хотя бы представляете, вот, что такое будет идти, что считается это чистка сосуда. Слушайте, вы услышите такие варианты, так много интересного, и это настолько будет, ну, конечно, смешно, но не было бы так смешно, как все печально потом вообще происходит. Люди тратят очень много финансов, совершенно не туда, совершенно не понимая эффект, и, ну, как бы, понимаете, мы должны на этом фоне быть грамотными людьми, потому что мы работаем вообще с очень элитами, родин, родин на рынке, и надо к этому все-таки быть тоже человеком подготовленным, вот. Поэтому, что человек будет чистить, он сам не понимает. Ну, вы должны понимать, что, вот, знаете, у нас с вами даже в среднем до 15 килограмм может находиться токсинов в кишечнике и в русле сосудов, вот особенно опасно это все в русле сосудов. Пока это все попадет в ткани, прежде чем этот токсин попадет в какую-либо систему, орган и так далее, он, безусловно, у нас с вами попадет, будет находиться в русле сосуда. Вот это то, с чего все начинается. И поэтому мы, вот, представляете себе, я вам, может, не говорила, но я, может, сейчас скажу такую цифру, что у нас примерно 120 тысяч километров сосудов. Вот вы должны ухаживать, представляете, я спрашиваю, что вы делаете каждый день для того, чтобы ухаживать за 120 тысячами своих километров сосудов. Ну, люди даже не имеют понятия, что это ум есть. Вот представьте себе, какие мы с вами, да, мощные. Это караул. И я думаю, что это сразу отметает вопросы еще, а сколько мне это нужно пить? Ну, я говорю так, вот как это все пройдет, состав ваших 120 тысяч километров сосуда, вот так сразу и можете заканчивать. Ну, люди соглашаются, улыбаются или начинают спрашивать, но это уже конструктивный разговор, это все ведет в продажи. Поэтому я объясняю, что мы сначала рушим эти магистрали на 120 тысяч протяженностью километров, а затем хотим в один месяц это все отстроить, понимаете? И пусть, если человек отказывается это делать со своим собственным организмом, пусть это вас не расстраивает, что не состоялась эта продажа, но он просто не готов, понимаете, к такому вообще восприятию, даже так скажем, к такой ответственности по отношению к своему организму, и если вы начнете уже не мотивировать, а манипулировать этим человеком, то есть давя там на какие-то точки, он купит этот продукт, я знаю, что эта продажа будет одноразово. Значит, каждый день, понимаете, у нас с вами в организме может быть пару километров сосудов испорчено, а мы мечтаем, в общем-то, почистить, не понимая, кто и сколько это будет чистить. Поэтому вопрос, видите, циркуляции сосудов крови, ой, извините, токсинов крови, он решается просто. Смотрим занятие номер один. А сколько же мы пьем чистой воды, полезной, которая способна усвоиться клеткой, не содержит вот этих самых примесей, солей тяжелых металлов и так далее, сколько мы это пьем. Интересуйтесь всегда у человека. Если человек много лет пьет чай, кофе, соки, он не понимает разницу между этими растворами и водой, как я вам уже говорила, но я вам гарантирую, что каждый день вот там такое количество токсинов в крови и циркулирует. Соответственно, идет уничтожение самой стенки сосуда. То есть токсин проникает в саму стенку сосуда и начинаются изменения. Вот сейчас по поводу воды. Вам скажу, что вы обязательно тоже делитесь этой информацией со своими клиентами, потому что раньше этому обучали, а сейчас почему-то никто на это не хочет обращать внимание. Но вы знаете прекрасно, что все новое пока что это хорошо забытое старое. Так вот, врачи давали такие обязательные рекомендации, как пить воду. И обязательно, многие люди знают и говорят, да, я это делаю, меня этому научили, но уже более современное поколение этого не знает. Так вот, смотрите, перед тем, как лечь спать, поставьте всегда на тумбочку рядом стакан воды. Вот, стакан воды. Обязательно. Почему? Потому что, ну, естественно, с возраста ночью все просыпаются, идут в туалет. И вы знаете возраст, когда характерны уже эти самые инфаркты, инсульты. И вот, понимаете, я вам так скажу, как бы вы не хотели сильно в туалет, вот вплоть до того, что прям, извините, продон, сейчас уписаюсь, вы проснулись с этим позывом, то вам нужно сделать следующие вещи. Сначала выпить этот стакан воды, а затем побежать в туалет. Вот никак не наоборот. Никак не наоборот. Запомните, что врачи терпеть не могут рассветы с 4 вот так до 6 утра. На подстанциях нет ни одной скорой. Все на выезде, потому что вот так все делают. Сначала идут в туалет, и там, собственно говоря, на унитазе и остаемся. Потому что сначала вода заливается, а потом удаляется. Никакие кроворазжижащие средства не восполняют дефицит плазмы. Если у человека он уже давно живет с этим дефицитом, но как бы не пьет воду, то самые элементарные вещи, защиту, которую мы должны делать, это если вы встаете, еще раз хочу сказать, ночью в туалет, вы сначала выпиваете воду, а потом бежите в туалет. Значит, мы с вами уже разобрались, что первый токсический удар у нас в организме получают именно сосуды. И токсины, они, вот видите, находятся везде, отовсюду к нам поступают, они поступают с разных систем, из дыхательных, из желудочек, из вещественного тракта и так далее. Все это нам с вами достается в сосуд. И что эти токсины делают? Они убивают наши с вами сосуды. Поэтому дают токсическую нагрузку. И это потом уже все приходит в печень, в почке, вот, но не все сразу можно обезвредить. Все это продолжает циркулировать с кровотоком, понимаете, там каждые 24 секунды эта вся гадость, она циркулирует. И что мы с вами, как мы можем обнаружить этот самый токсикоз, да, токсический удар, который происходит с нашими сосудами? Почему по сердечно-сосудистой системе нужно работать не только со взрослыми людьми, а с молодежью в том числе? И я вам сейчас хочу сказать самый вот такой верный, главный признак, по которому вы сразу определите, что происходит, да, уже с сосудами, и дадите правильную рекомендацию. Значит, это, конечно же, давление. Как определить токсикоз крови по давлению? И называется это давление, наш с вами уважаемая гипотония, то есть пониженное давление, да, артериальная гипотония, вот, или ее называют у нас вредно сосудистая дистония по гипотоническому типу. Много там всяких названий, но суть остается одна. Если у вас давление 100 на 60, 90 на 60 и так далее, и очень многие люди и взрослым приходят и говорят, я гипотоник, вот вообще всю жизнь была гипотоником, читайте ниже, всю жизнь я работаю с токсикозом, да, сосудом, то, а сейчас вдруг уже у меня стало давление повышаться, стало гипертоникой. Ну, гипертоникой, вот это уже, безусловно, тогда, когда повреждение сосудистой стенки произошло уже за все эти годы достаточно серьезное, вот начинает повышаться всегда нижнее давление. В норме у человека разница между верхним и нижним давлением должно быть 40-45 миллиметров ртутного столба, 120-80-40, это в норме. Но тогда, когда уже идет 120 на 90, это не норма, понимаете, там, допустим, 90 на 60, это не норма, и, соответственно, 200 на 140 далеко не норма, понимаете. Вот вы должны вот этот разрыв, да, имперфузию эту вы должны тоже для себя определять. Поэтому, а что это означает? А это означает, ну, это правда, когда уже разрыв больше 40, это значит, что у человека проблема с почками. Это так называемый нефротоксический синдром, первый враг наших сосудов, да. Почка не справляется с выведением токсинов с крови, понимаете, не справляется, нужно присоединять другие системы. Вот так появляется у нас первое нечем, вроде бы человеку не говорит диагноз нефротоксический синдром. Но что интересно, лечиться-то человек будет в этом случае у кого? У невропатолога, если давление повышенное, там у кардиолога начинает лечение, но никак к настоящим причинам это не будет иметь никакого значения. Поэтому, когда это все происходило очень длительно, да, то у нас с вами рождается уже гипертония. Начинает это очень сильно прогрессировать, проявляться длительный токсикоз сосуда. Он особенно проявляется тогда, когда начинаются изменения гормональные. Это происходит с наступлением премиона, паузы, ненапаузы. Вот, падают эстрогены, которые поддерживают эластичность наших сосудов. Причем это происходит и у мужчин, и у женщин. У женщин в большей степени, конечно, это выражено. Вот, и вот, например, две трети смерти от инфаркта у женщин, они случаются, знаете как, они не чувствовали вообще никакой боли. Вот вам что такое, такие нарушения, да. Представьте себе, что скорость движения по сосуду 40 км в час. И сердце, естественно, в размере увеличиться не может. Утолщаются стенки для того, чтобы проталкивать через вот эти уже суженные сосуды, проталкивать эту кровь по просветам суженных сосудов, понимаете. Почки не могут регулировать уже это давление, потому что они вот так уже с этими токсинами, кишечник вот так уже с этими токсинами, легкие уже тоже с ними, понимаете. Мы тут кашляем бесконечно, цепляем ОРЗ, интоксикацию добавляем с наших носоглоток и так далее. И многие в этом почему-то видят, знаете, такие простые способы. А, да я, наверное, уйду в вегетарианство. Вот, я прямо сразу прекращу поступление в организм токсинов. Это глупости все абсолютно полные. Поэтому второй враг, о котором мы с вами говорим, почему у нас сердечно-сосудистые заболевания, это гипоксия. Гипоксия – это, я вам уже сказала, без кислорода не может жить ни одна клетка. Вот, и, собственно говоря, это пониженное потребление кислорода. То есть это не справляется уже наш с вами дорогой и малый круг кровообращения. И плюс ко всему мы с вами не прокачиваем достаточно кровь, да, так как это нужно делать. И когда мозг начинает получать пониженный уровень кислорода в крови, он начинает реагировать немедленно. Как определить состояние гипоксии у себя? Не надо ходить к врачу. Очень просто. Первый признак – это вам хочется постоянно сладкого. Чего-то нужно срочно для дозаправки сладкого. Поэтому я всегда спрашиваю, вам рекомендую, спросите у своих клеток, а у вас есть такое, вы любите сладкое? Бывает такое, что вот прям тяга проявляется у вас к сладкому? Человек вам скажет, да, обязательно. Это и есть признак гипоксии. Поэтому, дорогие мои, вместо того, чтобы успокаивать себя, что да нет, это нормально, я съем шоколадку и так далее, задумайтесь о том, что нормализовать это можно. И в первую очередь нужно встать, выйти. Когда вы поймали приступ сладкого, нужно выйти на свежий воздух, начинать делать активные вращения, знаете, хотя бы руками, то есть активно продышаться. Вот и выпить в этот момент пакетик резерва. Тяга к сладкому пройдет моментально. Вот, а вы, собственно говоря, уйдете от того, что вы еще больше угробите свои сосуды, если вы сейчас это сладкое немедленно скушаете. Поэтому, что делать? Как это все профилактировать? Два главных фрага не давать им развиваться, потому что вы можете построить здоровую сердечно-сосудистую систему для уже молодежи и своих детей, и своих внуков в том числе, если будете обладать этими знаниями. Итак, выведение токсинов – достаточный прием нужного количества воды и качества. Я это практиковала и практикую и у беременных, и у всех. Как только начинается отслеживание достаточного приема воды, идти уже буквально через несколько дней, давление начинает выравниваться. Людям уже таким серьезным, продвинутым, особенно у кого есть уже проявление сердечно-сосудистых заболеваний, я рекомендую сдать анализ. Он у нас делается анализ на индекс омега-3. Он так и называется. Омега-3 индекс – это маркер баланса омеги-3 у нас, который позволит оценить риск внезапной сердечной смерти, инфаркта и так далее. То есть, смотрите, по уже этому одному маркеру можно понимать, сколько тебе нужно принимать резерва АМ, допустим, АМ-ПМ резерва. Почему? Потому что как раз-таки омеги мы найдем там, в этих продуктах, наиболее ярко выражено. Поэтому никому это не помешает, и даже если ваши клиенты сдадут этот анализ, это будет дополнительным вам же козырем к тому, что продукт нужно покупать. Дальше. Детокс. Удаление токсинов. Над этим нужно работать каждый день. Меня больше всего расстраивает вопрос. Я уже говорила, да, сколько это нужно принимать. Но почему он меня расстраивает? Потому что я понимаю, что вот это невежество наше – это то, чем мы платим за страшные факты своего здоровья. Значит, смотрите, для детокса должна клетчатка. 8,8, примерно, ну, хотя бы 8 грамм в сутки. У нас несравненная формула Балайфа это делает. При детоксе, если вы хотите сделать детокс, ну, хотя бы на протяжении 7 дней, а вы же помните, что вы добавите воду, то есть, ну, не надо этот детокс сделать там, такой пожизненно в таком размере. Сделайте неделю, добавьте количество воды, добавим программу, и все выровняется. Значит, детокс делается неделю, но нужно принимать по 3 раза в день, по 2, значит, чайной ложки у нас такая вода будет. Вот это будет детокс, потому что токсины нейтрализуют именно клетчатка. И вот сразу у человека улучшается показание печени, снижается уровень холестерина, но, безусловно, мы добавляем сюда Zen Prime, потому что, смотрите, на печень уже нагрузка легла длительная, она уже занималась этим детоксом, бедолага, энное количество лет нашей жизни. И Zen Prime прекрасно сработает, вот как гепатопротектор, он, кстати, обладает хорошим антипаразитарным действием, что для печени очень важно, и желчегонным действием. Ну и для совсем уже, знаете, каких-то людей, которые, ну, хотят быть, ваши клиенты, которые проявляют действительно такую заботу о своем здоровье, и чтобы не случилось того, что может случиться, что попринимал месяц, а потом скажет, ну, знаете как, ну, что-то я там не могу, или мне там что-то, я не слышу каких-то изменений, вот люди так говорят, да. Или наоборот, случайно пошли на обследование, и вдруг врач говорит, что, ну, послушайте, говорит, ну, такие серьезные состояния сердца, что у вас там не ишемическая болезнь сердца, и человек такой к вам возвращается, говорит, как такое может быть? Я пользуюсь такой продукцией, как такое может быть? Значит, все, продукт у вас какой-то неправильный. Вот я вам скажу, что всегда интересуйтесь наследственностью человека. Я рекомендую сегодня, я считаю, это очень важные анализы, которые нужно делать, особенно, что я спрашиваю, я говорю, расскажите мне, чем болели ваши мама и папа. Вы знаете, их уже нет живых, замечательно, от чего умерли? Не знаю от чего, тогда никто ничего не знает, и умерли давно, ничего не знаю. В каком возрасте, так достаточно, знаете, молодым. Вот есть повод, я всегда говорю, знаете, вам нужно, обратитесь к генетикам, сдайте панель генетических маркеров для анализа РИСТа по заболеваниям, по сердечно-сосудистым заболеваниям. Это такая панель, где генетики выгодят уже все, к чему у человека, какой ген имеет отклонение, к тромбозу, к инсфарту, к инсульту, понимаете, и так далее. Дальше очень легко работать, потому что спрашиваю, а что вы с этим собираетесь совсем делать? Вы можете спросить об этом, пойти на консультацию к доктору. Сходили, сходили. Что доктор сказал? Да вот пить только омега-3, это очень мало. Одна омега-3 ни от чего такого вообще, дорогие мои друзья, не защищает. Поэтому у нас есть повод презентовать продукт Джанес уже как пожизненное применение. Почему? Потому что вы должны знать, что этот продукт работает с эпигенетикой. Он не дает разворачиваться генам. Те, которые у нас запрограммировано могут принести нам серьезные заболевания. И вот когда я человеку объясняю, почему это особенный продукт, и почему вам уже показано, хотите жить, вот это нужно принимать постоянно. Вопросов с продажами не возникает, и с постоянными клиентами тоже. Так, ну вот сейчас мы с вами, коротко, да, вы все прекрасно знаете про наши продукты, которые ведущие базовые при сердечно-сосудистых заболеваниях. Безусловно, это Finiti. Но Finiti, вы уже знаете, что это, будем говорить, один из грандов линейки. Это все эпитеты есть, все знаете прекрасно, что сюда заложено Нобелевская премия, ну открытие, за которое получила Нобелевская премия. Вот Finiti, он безусловно основной продукт, потому что он борется со всеми комплексно, причем комплексно, он борется со всеми системами изменениями в организме, сердечно-сосудистых в том числе, понимаете, и то, что он продляет теломеры. Ну я вот для тех, кто не понимает еще, новички может быть есть, которые не понимают, о чем там они говорят, какие там теломеры, где это вообще все находится, я вам скажу сейчас про Finiti так вот коротко, да, почему это очень важно. И что он при всех заболеваниях сосуда сердца в первую очередь борется, и что такое теломеры. Теломер это наш с вами счетчик, который отвечает за жизнь клетки, вернее за ее продолжительность, да. Теломеры укорачиваются вот так, как и у нас с вами, вот жизнь идет, сегодня, вчера было 30, сегодня уже 50, понимаете, вот то же самое происходит с теломерами, и, к сожалению, теломеры, они очень сильно страдают от всевозможных других факторов, которые на нас влияют, и все это оксидативный стресс, и вирусы эти, и все остальное, все это и генетически, теломер может разрушаться намного быстрее, его разрушает не очень быстро лишний вес, метаболические синдромы, заболевания сахарной, диабетовой и так далее. Поэтому, понимаете, наша с вами жизнь, продолжительность жизни, она вот как-то, эта игла, которая была в яйце, да, у Кащея, вот так у нас с вами все заложено в этом теломере. Поэтому, безусловно, это была вручена Нобелевская премия, что если кто-то научится активизировать этот счетчик, удлинять его, этот счетчик, то мы получим увеличение продолжительности своей жизни. Заметьте, что вы, если у человека запрограммировано ухудшение посередочно-сосудистой системы, то есть сердце раньше закончится свою работу, никакой, конечно, жизни больше не может идти речь. И так же со всеми остальными, да, если идет повреждение активно теломера в печени, то о чем мы с вами говорим, это, я не видела долгожителей ни с циррозом печени, ни с раком печени, ни с чем, понимаете. То есть теломеры содержат абсолютно все клетки, и наша с вами задача, как бы вот эти все по всему организму, не выясняя конкретно, где у меня там, извините, в какой ноге или в какой руке теломер короче, организм должен получить продолжительность жизни весь. Вот и за это отвечает Финити своим знаменитым комплексом ТА-65, да, который и продлевает жизнь этого теломера. Но активирует его, безусловно, теломераза. Есть такой фермент, который его активирует, да, и мы с вами знаем, что короткие теломеры, если вы, кстати, кто вам даст ответ на эти теломеры, опять же генетики, можно сдать анализы, вот мои клиенты сдают, и потом видим мы теломеры до, теломеры после, это их тоже очень вдохновляет. Но это для тех людей, которые, знаете, интересуются уже, я их активно всегда посвящаю технологии продукта. Поэтому вот эти самые короткие, я вам сказала, теломеры – это признак старого организма, и люди с короткими теломерами, они в первую очередь подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. То есть у них в три раза выше риск от внезапного сердечного приступа, чем у всех остальных. Поэтому ТА-65 – это запатентованный комплекс, имеет право с ним работать компания Джанес. Вот есть еще одна компания, которая тоже, ну, как бы это использует, но они продают совсем другое, чисто, они продают чисто, скажем так, вот эту вытяжку, она очень сложная, из корня Астрагала. Вот компания Джанес, и, кстати, по бешеным деньгам. Здесь цена вообще против состава этого продукта вообще ни о чем. Вот, и компания усилила этот комплекс, усилила такими еще веществами, которые просто потрясающие. То есть она ввела сразу антисклеротические свойства, дала этому продукту. Мы с вами разбирались с артенем, да, кверцетин это делает. Вот, мы сразу делаем профилактику Паркинсона, Альтгеймера и вот этой катаракты нашей старческой, да. Здесь есть вопрос препятствия тромбообразованию, да. И вот видите усиление сердечного ритма, потому что, чтобы не прийти в своей жизни к постановку кардиостимулятора, который вам этот сердечный ритм будет, так сказать, регулировать, лучше принимать финики. Поэтому смотрите, но по Финити нужно знать, что иногда он, если человек начинает лучше прием по 1-2 раза, но вообще в норме по 2-2 раза для восстановления теломера. Но если у человека вы, значит, он, вы выяснили, что у него есть аритмия, тахикардия, то начинайте по 1-2 раза, потому что может дать вот это усиление этого ритма. Значит, резерв наш с вами, еще один грант, это просто скорая помощь при сердечно-сосудистых, вот это скорая помощь. То есть, что бы ни случилось, я всегда так говорю, даже если человеку суждено, там, не дай бог, там, да, инфаркт через 5 минут, нужно выпить пакетик резерва, и вот это все дело как можно быстрее остановить, да лучше 2-3. То есть, смотрите, он очень эффективный. Резерв у нас при скрытом и выраженном воспалительном процессе по стенкам сосудов, понимаете? Вот, мы с вами, мы с вами не можем знать, какие у нас там изменения идут, да, в этих стенках сосудов. Но если уже штормит по давлению, если у вас оно как низкое, как начало прыгать, понимаете, то этот токсикоз вы поймали. Значит, воспалительный процесс есть. Резерв – это помощь номер 1. Ведь недаром же, когда Кристиан Дропо презентовал Ревита Блю, мы тоже о нем поговорим, он всегда говорил одну и ту же фразу, что поскольку вот он знает, естественно, не только он, а все доктора знают об этом процессе, я говорю про воспалительный процесс, да, скрытый, и чтобы при приеме Ревита Блю, когда он способствует выходу в кровь стволовой клетки, а стволовая клетка, вы понимаете, она застрянет и прицепится там, где есть проблема, а вам нужно, чтобы она, допустим, шла туда целиком, можно говорить, прямиком в сердце, потому что лечим, допустим, там инфаркт, то, ну, конечно, воспалительные процессы в стенках сосудов будут препятствовать нормальному, такому целенаправленному потоку стволовых клеток. Поэтому выпивается Резерв, там через 30 минут выпивается Ревита Блю, обратите на это внимание, великолепная пара. Потом Резерв у нас хорошо очень работает с реологией крови, он хорошо, ну, как бы я написала, так знаете, вам понятное слово, разжижает кровь, хотя это не совсем я сейчас этично это употребляю выражение, но это я для вашего понимания, то есть что такое реология крови. И особенно это происходит, он рекомбинован при варикозе, при тромбофлебите, вы знаете, что Резерв у нас работает с генами выживания, вот еще раз хочу сказать, когда это ослабленные организмы, им в первую очередь угрожает неприятности, начинать нужно с Резерва. Ну и Резерв имеет доказанные свои свойства, все, вы знаете, что компания предоставляла этот отчет, я не буду на этом останавливаться, я видела публикацию, вот читайте, это очень сильный антиоксидант, и увидите, он у нас имеет вот такие свойства, которые сейчас видны на слайде. Поехали дальше. Ну Ревитаблю, безусловно, я вообще, я просто вам хочу сказать, я настолько влюблена и восхищена этими продуктами, что у меня существует только одна головная боль, чтобы вообще все члены моей семьи пользовались этим, ну я не знаю, сверх всяческих норм, потому что мы живем с вами в таком дефиците, я вам это показывала на первом занятии, что о какой там передозировке может быть речь, вот это, ну собственно говоря, моя мечта, да, в компании Джанес, поэтому Ревитаблю, это, ну, непревзойденная формула сегодня по своим задачам и по своим технологиям, понимаете, восстановление нашего организма, все, что вот там разрушено у нас, это может быть восстановлено с помощью ресурса собственных стволовых клеток, безусловно, голова должна болеть только об одном, что чем старше человек, тем меньше ресурса у него остается этих стволовых клеток, потому что они, безусловно, у нас с вами, понимаете, не размножаются уже в той степени, которая нам нужна, да, да, а проблемы нарастают, и не хватает этого количества, поэтому вот резерв, он как раз-таки, ну, в комплексе с нашими остальными продуктами, он как раз-таки и создает вот этот потенциал, то есть способствует наращиванию, да, рождению этих стволовых клеток, тем более хочется сказать про теломеразу, что теломераза, она прекращает обновление нашего теломера при нашем рождении, вот когда мы с вами, клетки делятся непрерывно, но мы же не рождаемся с стариками, правда, почему, потому что сразу происходит обновление теломера, там теломераза работает бешеном, когда мы рождаемся, с момента рождения начинается наше старение, потому что теломераза перестает выполнять эту функцию, и она остается активна у нас с вами в двух случаях, но у, значит, в первую очередь у стволовых клеток, да, ну и у половых, но в большей степени относятся к мужчинам, поэтому понимаете, какая история происходит, вот эту теломеразу уже дополнительно включать, и это делает у нас с вами наши продукты, о которых мы говорим, ну, а ревитаблюк, безусловно, это вот все, что связано с восстановлением стволовыми клетками наших разрушений, то ли ты инфаркт схватит, да, и там рубец на сердце, помните знаменитую кинокомедию рубец, инфаркт, мекарда, вот такой рубец, да, то есть я вам говорила на первом занятии, что когда врач объясняет, что мы со своей стороны сделали все возможное теперь зависит от этого человека, от нашего пациента, вот это, я вам еще раз хочу сказать, зависит, какое количество выйдет в кровь у него этих самых клеток, которые помогут восстановить, да, эту стенку сердца, вот так на пальцах я вам это объясняю, это так и есть, и поэтому не надо бегать сегодня искать какую-то волшебную таблетку, она сегодня перед вами, называется это ревитаблюк, значит, ревитаблюк замечательно снимает все воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте, работает с печенью, особенно, я даже вот написала, у кого удален желудочный пузырь, там регулировка функции печени наших сосудов, она номер один, значит, ревитаблюк это тоже отлично делает. И вот еще один продукт, который нужно понимать, что это не только рекомендован тем, у кого должны вырасти волосы, ногти и стать кожа красивая. Это как раз-таки наш с вами знаменитый коллаген, который рекомендован при всех вегетососудистой дистонии, гипертонии, диабете и так далее. Почему? Потому что, во-первых, наши с вами сосуды, особенно артерии, они очень сильно нуждаются в коллагене, понимаете? Он входит в состав. Мы говорим об эластичности. Поэтому коллаген, когда мы начинаем пить, организмом вот просто не знаешь куда раньше. И суставы, и хрящи, и связки тоже в этом нуждаются. Сейчас мы говорим об эластичности. И добавление коллагена к питанию, оно очень сильно влияет на улучшение нашего самого гормонального фона. И на лечение гипоксии. Потому что формула уникальная у Нары. Она содержит здесь витамин С. Витамин С активно борется у нас с вами с гипоксией. И вот все мои тучные пациенты, которые начинали принимать Нару, вы знаете, что сюда еще входят вообще коферменты, усилители всех реакций, усвоение. Это группа витамина В. Они говорили о том, что мы вдруг проснулись. И если я раньше не могла за рулем проехать и полчаса я засыпала, знаете, люди с гипоксией постоянно спят. Вот обратите внимание, смотрит, уже спит. Слушает вас на занятиях, сейчас меня слушает, уже спит. Вот это гипоксия. Поэтому они избавлялись от этой сомливости и могли вообще проехать из Киева в Харьков легко. И наш с вами, в первую очередь, коллаген очень нужен нашим с вами глазам для нашего зрения. Потому что, например, у радужной оболочки, да, и вот сокращение мышц, когда мы увеличиваем зрачок, да, и расширяем или сужаем, это все делает коллагеновые структуры. Поэтому они, как правило, разрушаются. Зрение летит, будем говорить, чертовой матери. Поэтому коллаген, конечно, здесь очень нам с вами нужен. И самое главное, нужен для здоровья стенки наших сосудов. Помните, что мы там с вами собрались чистить? Мы вообще-то собрались восстанавливать стенку сосуда. Это же не ершиком, понимаете, как вот так почистить. Это все восстановление стенки сосудов. Поэтому это очень серьезные процессы, и они не делаются за один месяц. Ну и продукт при сердечно-сосудистых АМПМ. Здесь я вообще, знаете, как просто снимаю шляпу перед доктором Винцентом Джаном Папа. Я сказала, что у нас продукты все авторские, и за этим стоят, ну, очень серьезные имена в, значит, в области науки, да, в первую очередь, потому что все продукты созданы людьми этими с научной точки зрения, ну и, соответственно, медициной. Поэтому, да, я вернусь еще, извините про нару. Вот сейчас это еще и мощная профилактика ковида, потому что содержит он суточную дозу цинка, за которым сегодня все бегают и не знают, какую купить. Поэтому принимайте нару, убивайте сразу там всех зайцев. И еще в отношении нары добавлю, предвидя вопросы, которые будут там. Увидели слово, что нужно диабетикам. Значит, те, кто читают внимательные этикетки, они там видят сукролозу. Сразу скажу, что это вообще никакой не вред, это видоизмененная глюкоза. И именно до такой степени видоизмененность, чтобы это можно было применять диабетикам конкретно. Ее концентрация там ничтожна, она просто дает сладковатый привкус для очищения вкуса и имеет очень низкий гликемический индекс. Вот. Ну, а группа В, она очень мощно улучшает всасываемость коллагена, это раз. А второе, группа В, это группа витаминов, которые отвечают за энергию питания наших мышц. А вы уже знаете, что мышцы – это наше с вами второе сердце. Ну и вот формула АМПМ. Вы точно не найдете на рынке и не купите. Вот поверьте мне, я пересматриваю там комплексы, там, значит, каждый там что-то нахваливает, рассказывает эксперт, я обучаюсь там, я нутрициология, я сразу просматриваю составы. Ну, там и близко нет комплекса состава АМПМ. Да, собственно говоря, как сказал сам АМПМ, этот состав никто даже не пытался и повторить. Даже не пытался. Не то, что там найти какой-то аналог. Поэтому что это за комплекс? Ну, во-первых, это 92 ингредиента, и это комплекс, который абсолютный универсал при всех сердечно-сосудистых патологиях. Если коротко, нашему с вами сердцу всегда нужна энергия, и вот этот токсикоз в сосудах очень сильно понижает эту энергию. У кого она падает, что вы делаете? Сразу только на работу приехали, давайте пить кофе, давайте. Итак, кофе в течение дня мы пьем. А для чего, собственно говоря? А потому что вы в это время посмотрите на свое давление и уровень низкой энергии. Если у вас давление уже даже повышено, а у вас нет энергии, все равно люди пьют кофе. Я говорю, а почему вы пьете кофе? Вам же нельзя, у вас гипертония. Но вы знаете, сил никаких нет. Видите? Вот что мы делаем. Вот это токсикоз жутких сосудов. Так вот, АМ дает энергию, да, и, собственно говоря, вот это эпигенетик у нас с вами, да, и они разные, АМ и ПМ немножко разные, потому что АМ нам с вами дает, я уже сказала, восстанавливает наши все системы организма, обладает эпигенетическим действием. А вот ПМ помогает нам очень сильно в борьбе с токсикозом. Вот вся его, одна из его важных ролей, это то, что он очень сильно делает детокс, собирает вот эти все токсины, поэтому ПМ пьется на ночь. И, ну, безусловно, он пьется на ночь благодаря мелатонину, который он содержит. Это один из важнейших гормонов, важнейший, который управляет сегодня, без его участия не обходится нормально, никакая работа ни эстрогенов, ни прогестерона, тестостерона и так далее, гормонов щитовидной железы, поэтому это мелатонин. Сегодня все, знаете, как занимаются изучением этого гормона. И вы знаете, что там есть несколько комплексов, и, например, люди, которые тоже сегодня, одни бегают за цинком, вторые говорят, мне еще надо купить витамин Д. А знаете ли вы, что витамин Д усваивается в составе 15 коферментов, которые должны сопровождать эту реакцию? Вот же в чем вопрос. Понимаете, витамин Д сегодня самый, он, это признан самым настоящим гормоном, поэтому, чтобы он работал, ему нужны такие помощники. Они есть в АМПМ. А теперь попробуйте купить это все по отдельности. Там стоимость зашкаливает за 5-6 и дальше тысяч. А если еще мы учтем особенности желудочно-кишечного тракта, которые у каждого есть свои, такие как пристеночное осасывание, нарушение заболеваний кишечника и так далее, то вы поймете, что минералы и витамины проглотить можно, но чтобы они действительно попали по назначению, нет. Дорогие формы усвоения, хилатные формы усвоения существуют. Это все очень дорогие вещи, они тоже все идут от 150 долларов. Друзья мои, но нас-то с вами это вообще и не заботит, потому что все это у нас есть в АМПМ. И здесь очень правильная комбинация. Тот же витамин Д обязательно пойдет при участии витамина К. Тогда при участии селена, а вы сами уже знаете, что то, о чем я сейчас говорю, и кальций, и магний, и цинк, С, Е, В2, К, селен, это то, что нужно, чтобы заработал в организме витамин Д. Поэтому представьте, сколько мы этих денег немножко, мягко скажем, выбрасываем, покупая просто. Вот сейчас витамин Д, проснулись с этим ковидом все, и сегодня все знают, что нужно пить витамин Д. Но мне очень жалко, что люди пьют его, ну как бы немножко бесполезно, понимаете? Вот. Да, он поддерживает наши с вами стволовые клетки, способствует их рождению, а они нам закроют все в организме пробоин, да? И с помощью АМПМ мы с вами можем обмануть свои жировые клетки, то есть нормализовывать вес, он и аппетит снимает, и как бы обманывает организм с помощью миметик-калорий. То есть принимая АМПМ, наш организм считывает, что мы как бы поели, как обычно, все свои привычные, будем говорить, наркотические продукты питания. На самом деле мы можем начинать кушать намного меньше и заниматься нормализацией, восстановлением наших мышц, дорогие мои, которые что? Проталкивают, качают, помогают нашим артериям, кровь по сосудам. Вы видите, как это все взаимосвязано. Ну и я уже сказала, что самый главный мелатонин. Поэтому плюс АМПМ способствует тому, что наша клетка начинает быстрее делиться, ну в смысле в нормальную сторону, рождаться. Нам с вами это очень сильно нужно при сердечно-сосудистых, опять же, патологиях. Мы же хотим, чтобы нормально рождалась у нас клетка сосуда, клетка стенки сердца. Вот мы все это очень сильно хотим. Поэтому, видите, АМПМ, да, для того, чтобы это все усваивалось. Сразу хочу сказать, что очень многие презентуют этот комплекс как витамины. То есть бери и спострей, сколько у нас витаминов. Ну, друзья мои, я еще раз хочу сказать, что это комплекс, и вы должны сосредоточиться на понимании тех, значит, тех систем, которые уходят, да, в АМПМ. И вот это все, витамины, это ферменты, которые обеспечивают как раз таки вот те результаты работы, работы тех систем, как запатентованных, да, смесей, которые выполняют у нас вот эти важнейшие функции. И клетка получит питание. Она обязательно получит витамин, понимаете. Но прежде чем это произойдет, мы с вами должны знать результат, что сделает эта клетка. Понимаете? Вот что очень важно. И как раз таки они обеспечивают вот эти реакции все. Вот. Поэтому продукт для того, чтобы это все усваивалось, 92 ингредиента, да, которые распределяются по вот этим нашим ведущим, скажем так, запатентованным работе системам, он содержит в себе еще ферменты пищеварительные, потому что иначе, я вам уже сказала, здесь учитывается состояние, как это может все сосаться в кишечнике. Это просто какие-то, это фантастика, чтобы это все предусмотреть и сделать. И плюс ко всему у нас, да, у нас с вами есть пищеварительные, я же сказала, ферменты. Вот. И у нас с вами есть в ПМ задержка мелатонин, который вообще начинает нам все восстанавливать, да. Начинает восстанавливать, начинает нам, это гормон, это регулятор суточных ритмов, он нам с вами останавливает старение, потому что недостаток мелатонина ведет как раз таки к раннему накоплению вот этих всех поврежденных клеток, понимаете, которые вот нужно реставрировать этим комплексом, а смысл реставрировать, если недостаток мелатонина, вот, предотвращается ожирение, рак, и самое главное, что наша с вами нехорошая последственность, пусть она переходит под контроль нами же, понимаете, и не доставляет нам с вами вот эти вот ранние все заболевания, которые не нужны. Поэтому, если мы можем с вами профилактировать, вмешиваться, да, нарушены вот эти все процессы и обмены в том числе, и пищеварительные, которые способствуют там ненужному синтезу холестерина, там, значит, поражение гликации, там, сахар, делается все дела, вот, то АМПМ, безусловно, это вообще продукт, который, ну, просто номер один. Ну, я поделюсь с вами такими схемами приема для гипотоников, вы знаете, это те, которые уже сегодня находятся с токсическим ударом по своим сосудам, безусловно, им нужны АМП, две, иногда особо тяжелые люди, которые имеют низкое давление, я еще рекомендую и днем добавить одну, у меня вот такие две недавно молодые девочки консультировались, у них волосы выпадают, она спит, я с ней разговариваю днем, она спит, я говорю, господи, что ты делаешь, я студентка, что там будет с этим обучением, кто-то выпустится, понятно, но, чтобы ожить, сюда нужно и три уже, да, я поинтересовалась сразу, ты пьешь хоть воду, ну, а зачем ее пить, если я вообще дома сижу и нахожусь в обучении онлайн, все люди отвечают одно и то же, они говорят, мне не хочется, я говорю, то, что вам не хочется и нужно вашему организму, это две большие разницы, помните об этом, мы с вами проходили, чем и какие процессы мы обеспечивали, резерв обязательно, вот, да, который снимает, вы уже поняли, да, это скрытое воспаление добавляет энергию, боолайф мы делаем детокс, вот, вы знакомы с этой питьевой режим, нара обязательно, плюс пьем, значит, пьем 1-2 пшу от веса, бывает вес и 50 килограмм, одной достаточно, а бывает, извините, 100 килограмм, 2 точно надо, а некоторым и 3 надо, поэтому нара, почему пишу, вечером, потому что коллаген всасывается, ну, ему нужно время для всасывания и желательно в это время ничего не хрукать, не перекусывать и так далее, поэтому, если человеку нужно пить днем, я предупреждаю, что должен перерыв, выдержать между едой, не заедая там всякими бутербродами. Гипертоники, диабетики и все заболевания сосудов словно взятые, вот, значит, смотрите, это безусловно финити, для того, чтобы, если там уже действительно низкие теломеры, то разрыв не более 10 часов между приемом капсулы, но всегда начинайте с приема, узнавайте про пульс у человека, какое давление, вот, поэтому если признаки тахикардии, повышенный пульс и давление, начните с по 1-2 раза, потому что пинити может дать такую энергию сердцу, что сердце начнет стучать еще быстрее, а там тахикардия, вот, резерв обязательно через 30 минут ревитаблю, потому что мы начинаем работать, да, на восстановление, ну, боолайф, детокс, питьевой режим, нара обязательно, коллаген для эластичности сосуда, зенпрайм нужно добавлять еще, учитывая состояние печени, потому что если человек длительно принимает лекарства, переболел гепатитом, зенпрайм показан, курсовым приемом, ну, и ПМ обязательно. При инфаркте миокарда разные есть периоды, есть, будем говорить тогда, когда это острый период, человек, ну, попал в больницу, лечится и восстановители, поэтому в острый период нужно использовать все то, что у нас с вами работает, ну, более в жидком состоянии, там, таблетки особо не пройдут, да и не нужно сейчас, потому что Финити сразу не нужно давать, это нарушение ритма, еще раз вам хочу сказать, поэтому резерв и Ревитаблю, ПМ, вот это то, что успокоит и любую гипертонию, на фоне которой мог произойти инфаркт, и токсикоз, и нарушение питания и так далее. А затем, когда уже выписан чек с больницы, это когда уже начинается восстановительный период, добавляем Финити, потому что, безусловно, рубец на сердце тоже нужно с помощью Ревитаблю и Финити закрывать, это будут базовые препараты. И при инсульте здесь еще хуже картина, потому что, ну, во-первых, глотательные нарушенные у нас с вами движения, поэтому тут и большая сложность вообще что-либо дать, поэтому резерв, майнд, Ревитаблю это то, что, собственно говоря, можно дать, типа ложечки и разводить, и концентраты давать, и, в общем-то, даже порошок Ревитаблю рассасывать, и то можно. Но ПМ очень показан, но смотрите сами, если это возможно, да, проглотить, если нет, значит, подсоединяем позже, когда эта функция вернется к человеку. И атеросклеротические поражения сосудов, это то, с чем нужно, так сказать, воевать долго и нудно, любить себя начинать, да, значит, мы с вами участвует и МПМ, но смотрим от давления, то есть люди, у которых повышенное давление, АМ пока нельзя будет давать до снятия токсикоза, нормализации давления, работы с печень и почек, значит, начинаем с Финити, если давление позволяет, прекрасно пойдет АМ, вообще работать будет супер. Ну, Zen Prime обязательно, потому что здесь уже у нас с вами присутствует и обязательно будет замешан холестерин, да, вот поэтому нужно активизировать работу печени, резерв обязательно, BioLife обязательно, и затем вот самый такой длительный курс, вот, значит, который можно будет делать на протяжении 3-4 месяцев, это Revitable и NARA плюс PM перед сном, то есть это уже мы будем заниматься там непосредственно стенкой сосуда. Ну вот, собственно говоря, все, что я вам сегодня хотела рассказать, вот, я думаю, что поскольку у нас с вами очень скоро следующее мероприятие, то лучше мы, наверное, вопросы оставим на наш там канал, чат, вот, а сейчас слово передаю Светлане, Светочка, вы слышите, а, вот, да, давайте я сейчас, наверное, время у нас с вами, да, уже много прошло, я знаю, что будет следующее наше с вами мероприятие сейчас, наша командная, поэтому мы с вами разберемся с этим в канале, согласны или нет, Света, как вы скажете? Хорошо, конечно, у нас вот есть два вопроса, тогда я напишу их в наш Telegram канал. Спасибо большое, Лена, за такое подробное, вопросов всего было два, видите, немного, спасибо за такое подробное объяснение, такой важной темы, действительно, сейчас вопросы сердца очень важны, и с большой благодарностью к вам люди вот пишут уже отзывы. Я хотела бы еще включить презентацию свою и рассказать о том, что нас еще ждет впереди, какие темы будут следующими, вы видите, что у нас обучение следующее у нас 13-го числа и 15-го на следующей неделе в удобное месте, в удобное время, мы также выкладываем запись на наш YouTube-канал, и хотела бы показать следующую тему, извините, ой, не та презентация открылась, сейчас, секундочку, следующая тема у нас будет, вы не можете, сейчас, секунду, следующая тема у нас будет не менее интересная, я ее тогда озвучу, уже у меня был готовый слайд, это желудочно-кишечный тракт, как пищевой конвейер, тема, которая тоже достаточно актуальна, не оставит никого равнодушным, и мне кажется, что с каждым обучением мы становимся все более обученными, более понимающими, как предлагать клиентам нашу продукцию, и как сделать так, прежде всего, свое здоровье совершенным, для того, чтобы можно было нести, ну, быть здоровым для своей семьи, прежде всего, да, и можно было давать хорошие рекомендации, оставаться здоровыми нашим клиентам. Все, спасибо всем, да, я вижу, спасибо за информацию, люди благодарят, и вам спасибо, что подключились, большое спасибо Елене Куче за то, что она у нас сегодня так подробно и интересно, вы знаете, лично для меня медицина никогда не была так и моей зоной интереса, но я с большим интересом присутствовала, все слушала и даже записывала, вот для меня это тоже такой очень большой опыт, и думала о том, что сейчас мой ребенок это учит по биологии, но, знаете, как в школе, когда это не так, не является таким необходимым, наверное, знаниями, дети не так вовлечены в этот процесс. Все, всего доброго, всем здоровья, весны в душе, и, конечно же, используйте эти знания, которые вы получаете, и на практике, потому что вы знаете, что теория без практики мертва, а практика без теории опасна. Теперь у нас есть инструменты, которые помогут нам, как говорила Елена сегодня, быть профессиональными и уже с другого качества, с другой точки зрения, предлагать это клиентам. Все, всего доброго, до новых встреч, встречаемся, как вы видите, 13 апреля в 10 часов. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok